Сегодня я хочу поговорить с вами о таком понятии, как уверенность в себе. Слышали про такое? Уверенность в себе не слышали ни разу? Ну, вот, как раз у вас будет желание такое, возможно, послушать про уверенность в себе. Итак, как вы считаете, что такое уверенность в себе? Для себя можете отметкой сделать, что такое уверенность в себе, потому что мы сегодня будем говорить. И противоречит ли уверенность в себе, веря в Бог? Не противоречит А где граница между уверенностью в себе и самоуверенностью? Тонкая грань, но существует Тонкая грань, но существует Какая разница В этом как раз и заключается смысл сегодняшнего проповедения Потому что очень много людей, на самом деле, говоря какие-то слова Не вкладывают в них смысл, который вложен в них изначально Или этот смысл был искажен со временем То есть прошли какие-то времена, что-то поменялось, где-то что-то пошло не так И люди начали видеть в этих словах что-то другое Например, слово эгоизм и эгоцентризм На сегодняшний день слово эгоист считается плохим словом А эгоцентризм вообще не употребляется Только психологами может быть А на самом деле эгоизм это очень хорошее слово Это очень правильное слово Человек должен быть эгоистом У нас Бог эгоистично настроенный И сейчас говорят, как это, у нас Бог эгоист? Да, у нас Бог эгоист Он поставил написанное свое имя превыше всего И поэтому нет другого имени в мире, которым нам суждено было бы спастись И когда Бог в первую очередь позаботился обо всем в себе Только после этого Он смог обеспечить всем нас Это называется эгоизм То есть сначала мне нужно себя обезопасить, обеспечить, установить, утвердить Это то, что Бог сделал А потом себя То же самое происходит, когда мать с ребенком летят в самолете И у них на табло все написано Сначала маску на себя А потом на ребенка Потому что иначе потом некому будет на ребенка ходить Это тоже эгоизм Но со временем все это перевернулось И получается, что эгоцентризм Это когда вот я, мне, мое И эгоизм Они стали близнецы и братья А это неправильно Здоровый эгоизм, он всегда очень важен Потому что, например, когда человек в первую очередь заботится о том, чтобы ему было хорошо То есть потом своим было хорошо Потом большему кругу Тогда автоматом всем становится хорошо А когда человек начинает заботиться о других Он обязательно кого-то за чей-то счет сделает несчастным Поэтому лучше всегда заботиться о... Начинать с себя будем так Эгоизм, когда мы начинаем с себя То же самое в изменении Когда мы хотим кого-то поменять Мы сначала должны поменять себя Это тоже эгоизм, кстати Когда я сначала начинаю с себя А потом распространяю это по всем остальным Так вот Вернемся к уверенности в себе Что такое уверенность в себе? Уверенность в себе, если брать такое определение Это умение справиться со страхом Умение справиться с паникой Умение справиться со стыдом Который нас атакует В разных абсолютно моментах нашей жизни Или когда мы попадаем в какие-то непонятные для нас обстоятельства В новые обстоятельства Или когда мы находимся, что называется В рутине дней И все равно у нас какие-то возникают моменты Где мы начинаем в себе сомневаться и так далее Вот умение с этим справиться Это и есть уверенность в себе Что отличает человека уверенного в себе От человека в себе неуверенного? Первое Это то, что человек уверенный в себе Он сначала думает Потом делает Человек, который не уверен в себе Он сначала делает Потом думает Что же я такое сделал? И исправлять ошибки Которые сделал человек Который называется реактивный В прошлый раз я потом говорю Реактивный, проактивный Это как раз Исправление ошибок Которые потом стоят очень дорого Я в свое время Очень долгий период своей жизни Был очень реактивным То есть я сначала Что-нибудь натворю А потом начинаю исправлять Но почему-то Так мир работает Что на исправление ошибок Уходит гораздо больше времени и энергии Чем на то, чтобы подумать И не сделать Или сделать по-другому Так вот Первое, что мы с вами выяснили Это то, что Уверенность в себе Это хорошо Во-первых Во-вторых Это способность На английском называется Ability И когда у нас есть Эта способность Мы должны понимать Что мы Люди верующие Созданные по образу и подобию Бога Унаследовали эту способность От кого? От создателя Да? То есть получается Что наш Бог Уверен в себе Это уже хорошо Это как раз К разговору с атеистами Потому что все говорят Ну вот Бог то то делает То это значит Он в себе не уверен У него какие-то сомнения Нет Бог уверен в себе Потому что Это мы наблюдаем С вами времена А сроки Календари Дни У Бога этого нет Он был в начале И в конце Одновременно Он все во всем Это представить невозможно Но именно потому Что он все уже знает И он все спланировал И все расставил По своим местам У него есть ощущение Уверенности в себе Это вот представьте себе Что когда вы Например воспитываете Первого ребенка Примерно И у вас все новое Вы ничего не понимаете Читаете одну книжку Вторую книжку Одна книжка противоречит другой Родители говорят одно В этом самом Как его звать В больничной кассе В политике говорят другое Там соседи говорят Третье Приходит там Какая-то тетя с улицы И говорит Ой, да что же вы делаете Все же не так Нужно же вот так Когда у вас появляется Второй ребенок Вы уже никого не слушаете Вы точно знаете Что нужно делать Окей Так вот Вот это и есть Уверенность в себе То есть вы знаете Уже не надо мыть После каждого падения Соски на пол Нужно кипятком Там зато стилизовать Нет, обрезали Дали обратно ребенок Все нормально Окей Вот почему мы уже знаем Что ничего страшного Не произойдет Это есть уверенность в себе Но есть еще Другая сторона у этого У этого есть еще Самоуверенность В чем разница Разница в том Что Уверенность в себе Как мы сказали Это способность Унаследованная от Бога Самоуверенность Это способность Или привычка Выработанная Нами самими У самих себя Это не хорошая черта Характера Она очень сильно граничит Или даже ходит Рука об руку С гордыней Почему Потому что Писание говорит Что Бог Поставляет нас На вершины Для нас Недосягаемые Мы уверены Что мы на этой вершине Окажемся Но почему-то Пытаемся сделать это Своими силами А не получается Потому что Оно для этого и называется Вершина Для нас Недосягаемая То есть Когда мы Глядя В зеркало Говорим Я Я Я Я Я Надуваемся До границ Зеркало Уже не вмещаемся В какой-то момент Этот мыльный пузырь Лопнет И останемся мы Вот с этими Ошметками Нашей лопнувшей Гордыни Висящими на нас И все И дальше Опять все с нуля Опять все с начала Я могу сказать Что я в этом фильме Снимался Когда я приехал В Израиль Сюда Двадцать Почти пять лет назад Я думал Что я все знаю Я думал Что я все умею Что там Бизнес открыть Пошли Открыли бизнес Все просто Ключ повернул Открыл бизнес Вечером ушел Домой Закрыл бизнес Утром пришел Открыл бизнес Вечером пришел Закрыл бизнес А потом выясняется Что за все надо платить И немало А об этом же Сначала не думаешь Тогда мне было Сколько Двадцать лет Простите По тем временам Книжку мы когда-нибудь читаем Но я всегда надеялся на себя Я думал Что если я что-то Не сделаю Это неправильно Если я не сделаю Это неправильно Если я не сделаю Это не получится Если я не сделаю Никто не сделает То есть Как на иврите Говорят Ими на мили-мили Если не я То кто Вот у меня Это был лоз Если не я То кто Но со временем Когда я уже Через двадцать лет После этого покаялся Я понял что на самом деле за всем тем, что у меня в жизни происходило, хорошего, из чего я вылезал, стоял Бог. И очень интересный такой пример, я сейчас его приведу, но прежде чем я его приведу, я хочу сказать, что мы, даже будучи неверующими, все равно верим. Даже будучи неверующими, все равно верим. Я вам так скажу, что атеист это не духовное состояние, это какое-то абсолютно материальное, физическое, потому что в атеисты даже дьявол не попал. То есть это еще хуже, чем сатанист, следующая статья это атеист. То есть если дьявол, например, есть атеист, я утверждаю, что Бог есть, верю, что он есть, ищу его, и за то, что я ищу, он мне воздает. Дьявол говорит, нет, ваш Бог, конечно, есть, но верить надо в меня, потому что я лучше, я здесь, я вот вам даю прямо сейчас, а Бог-то говорит, воздастся на невесах, что вам до невесты ждать, давайте вот сейчас получите. Он говорит, сделайте меня Богом. А атеисты это, которые говорят, Бога нет, Бог это я, я творец своего счастья, я сам себе все сделаю. В эту категорию даже дьявол не попал, потому что написано, что бесы веруют и гребечут. И знают, что Бог един и верит. Так вот, уверенность в себе это еще и вера. Вера, которую Бог заложил в нас, внутрь, в сердце, которое никуда не истребляется. Например, каждый человек, который, ну, скажем, не ходит в церковь, не верит в Иисуса Христа, хотя все уже давно слышали, кто такой Иисус Христос, но не верят в него, да? Они все равно ищут какого-то просветления. Они какую-то там мантру, там, чакру какую-то, там, ищут еще чего-то. Ходят по разным буддийским храмам, читают всякую литературу, там, занимаются медитациями, там, тайчи, ушу и всякое такое. Энергию ци прокачивают. То есть они во что-то верят. Они все равно во что-то верят. Потому что человек не способен, ну, нормальный, адекватный человек, не способен жить без понимания того, что есть кто-то, кто больше него и о нем заботится. Потому что это, ну, так в нас зарождено. Мы еще с рождения-то впитались. Кто-то, кто о нас заботится. И бывают, есть разные случаи. И вот я хочу просто продемонстрировать сейчас пример на тему уверенности и самоуверенности. Давид, я к вам. Встань здесь. Лицом к себе. Нет, спиной ко мне. Лицом. Окей. Ну, неудачный пример. Меня уже за ним не видно, да? Нет, известно. Все еще видно? Ну, представьте себе, что, да, вот он такой маленький, окей? А я такой большой. Он меня не видит. Он не знает, что я стою сзади. Ты представь себе, что ты не знаешь, что я стою сзади. И к тебе подходит кто-то и начинает тебе что-то говорить. Да тебе это не нравится. Тебя это пугает. Тебя это заставляет следиться. И вдруг ты видишь, что этот человек, что называется, поджимает хвост и убегает. Потому что ты-то не знаешь, что сзади тебя стоит. А я тут такой... Отойди. Води стань. Я тут такой ему говорю, ну-ка, иди отсюда. Больше его. И он понимает, что если сейчас что-то не так, за него вступится кто-то больше. И когда человек не верующий, когда человек не понимает, что у него воспитывается, он думает, что опа, я тут глазами повел, ну-ка сделай грозное лицо. И убежал от меня. А на самом-то деле. Испугались ты меня. Помните, был такой видеоклип, когда пума гналась за медвежонком и почти его догнала. И вдруг разворачивается и убегает. Почему? Потому что вдруг увидела медведицу. Помните, был такой видеоролик? И вот это то, что происходит в нашей жизни. Когда человек уверовал, да, вот теперь представьтесь, что теперь ты знаешь, что я сзади есть, да. И ты все равно общаешься с теми же людьми. И сейчас, когда люди приходят к тебе и говорят тебе, слушай, ты там такой-сякой. Ты мне говоришь, кто-то наезжает. Я говорю, минуточку. Я говорю, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Вопросы есть? Вопросов нет. Я большой. Я настолько большой, что им трудно себе представить. Я у них даже в один кадр не вмещаюсь. Ну, представляете. Вот наш Бог, он такой. Спасибо. И вот два этих состояния, они отличаются. Одна была самоуверенность, когда он подумал, что он сделал грозный вид и враг убежал. Это самоуверенность. Это когда человек уповает на себя. Человек, уповающий на себя, уповает на плоть. Мы знаем, что человек, уповающий на плоть, он проклят. Только уповающий на Бога. И когда человек уверовал, и он знает, кто за ним стоит, в этот момент он начинает быть под благословением. И человек с гордыней не может вдруг сказать, что это я сейчас сам справлюсь, что мне Богу-то бегать за каждым этим самым. Это гордыня. Потому что Бог говорит, что я приду и совершу. Ты дай мне, говорит. На меня возложите свои заботы. Бремя свое отдайте мне. Мое возьмите. И мы из-за своей гордыни иногда отказываемся. Мы стоим, ну, там на всякий случай Бог есть, если что, секретное оружие. Но я сейчас сам. И мы все равно, будучи верующими, впадаем в состояние самоуверенности. И этого Бог не хочет. Почему? Наверное, если бы Бог в нас не видел, он бы явился нам в виде какого-нибудь идола. Ну, как у других. Там, в виде какого-нибудь Будды, в виде какого-нибудь Мухаммада или еще кого-нибудь. Явился бы в виде какого-нибудь идола. И все мы начали поклоняться какому-нибудь идолу. Но Бог говорит, что он невидимый потому, что он верит, что мы можем его видеть своими духовными глазами. И поэтому он говорит в послании к евреям, 11 глава, 1 стих. Вера есть уверенность в невидимом. То есть он меня не видит, но он уверен во мне. И ожидание. Blackout. Вера есть уверенность в невидимом. И осуществление ожидаемого. Осуществление ожидаемого. То есть я, когда к Богу прихожу, я чего-то жду. Я чего-то от Него жду. Можно ли ждать чего-то от Бога? Он вообще нам чем-то обязан? Нет. Но почему мы от Него все равно ждем? Потому что он с детства приучил нас, что если мы хотим кушать, мы открываем холодильник, там все есть. Есть. Он с детства приучил нас, что если мы хотим кушать, то у мамы есть молоко. Есть. И никуда не денешься. Он приучил нас зависеть от того, кто больше. И когда мы вырастаем физически, мы перестаем быть зависимыми духовно от родителей, но стынаем зависимыми быть духовными от Бога. И вот в это состояние Бог хочет нас перевести через веру, через уверенность в себе. Он хочет, чтобы мы воспитывали в себе уверенность в себе. Почему? Потому что он говорит, я вас. Я вас, и я сильнее того, кто в мире. Я победил этот мир. И когда мы уверенность в себе формируем на основе того, что Бог живет в нас, что он в момент, когда он умер, завеса разорвалась надвое, он вселился в сердце каждого верующего, и сегодня живет у нас Духом Святым, вот в этот момент наша уверенность в себе пишется со знаком равенства вера в Бога. Потому что мы доверяем Богу. Согласны? Аминь. Теперь, Бог хочет, чтобы мы эту уверенность в себе формировали каждый день. И для этого он нам дает источники уверенности в себе. И вот те, кто конспектирует проповедь, я бы хотел, чтобы вы себе это записали, потому что это нужно в себе культивировать. Это процесс. Выработка уверенности в себе, я вам так скажу, в миру, когда я был мотивационным спикером, коучем, мы учили тому же самому. Я даже не знал, что я, оказывается, учу Библии. Реально, я не знал. Оказывается, все это написано уже в Библии. Просто все мирские тренеры выдают это за свое. Не потому что они плохие, они то же самое получили от кого-то, но они не знают, что все эти законы написаны в Библии. И если человек двигается по этим библейским законам мироздания, которые были, так сказать, высвобождены в ум людей самим Творцом, то тогда в его жизни начинают происходить изменения. Только разница в том, что мы не ищем своего, мы ищем Божьего, а миряне ищут своего. Окей? И Иисус говорит, что те, кто ищет своего, они обязательно его найдут. Быстро причем. Но это будет последняя их награда. А те, кто ищет Божьего, они найдут и здесь, а большее сокровище на небесах. Поэтому, первое, что Бог говорит нам, делает для того, чтобы усиливать это ощущение уверенности в себе, это самопознание. Наописание говорит, вникай в себя и в учение. То есть, в первую очередь, в себя. Мне нужно познать самого себя. Кто я? На что я способен? Что я умею? Какие дары и таланты Бог высвободил внутрь меня? Это очень важно. Потому что, если мы не знаем, к чему мы призваны во Христе, мы будем всю жизнь блуждать. Мы будем блуждать в теле Христа. А в конце концов, мы устанем, перегорим и уйдем из тела Христа. Хорошая новость заключается в том, что Бог все равно поднимет, отрехнет и поставит обратно. Ну, зачем падать-то в эту болоту? Поэтому нам необходимо заниматься самопознанием. Мы должны изучать себя, вникать в себя и постоянно настроиться на канал. Я вчера проповедовал об этом. Открыть канал восприятия Божьей воли в свою жизнь. Знаете, как радар такой? Чтобы здесь все время работал. Божью волю воспринимать в свою жизнь. Что он хочет от нас? Какой у него план для нас? Сейчас глобально. То есть предназначение это называется. И локально. Сейчас что он хочет, чтобы я сделал? То есть я уверен, что сегодня Бог захотел, чтобы вы пришли сюда. Но вы знаете, мы настолько привыкаем к этим вещам, ну, а что, это разве Божье, это же я захотел бы идти в церковь. Нет. Филиппийцам написано, что это Бог рождает в нас и хотение, и делание. То есть если Бог не захочет, делать мы этого не будем. В миру это называется инклицем. Или чуйка. А на самом деле это Дух Святой. Он показывает, он приходит и говорит, вот это надо делать, а это не надо. А вот сюда не ходи. Направо пойдешь, получишь. Налево пойдешь, получишь. Никуда не пойдешь, прям здесь получишь. Но это не так работает у Святого Духа. Он говорит, нужно идти туда, где Божьи пути. Второе, это Богопознание. Все смеются над теологами. Я не говорю, что мы должны сейчас все стать теологами. Это я положил на алтарь 4 года обучения теологического образования. Достаточно. Хотите, конечно, можете закончить библейскую. Я вообще призываю каждого, если у вас есть возможность, закончить библейский колледж, библейскую школу. Обязательно это сделайте. Потому что это потрясающий трамплин к глубокому Богопознанию. Что такое Богопознание? Это не тогда, когда мы начинаем видеть Бога лицом к лицу, как Моисей. Возможно, вы никогда его и не увидите до небес лицом к лицу. Богопознание, это когда мы вникаем в учение, начинаем четко понимать Божий характер. Вот вчера я задал вопрос на проповеди, есть ли люди, которые всегда, вот от начала, ходили только Божьими путями и никуда не отклонялись. Есть ли такие люди в Писании? Конечно же есть. Конечно есть. Начнем с Еноха. Написано, ходил путями Божьими и не стал его, потому что Господь забрал его. Илия, пророк, то же самое. Авраам, то же самое. Моисей косячил, конечно, но то же самое. Ябрам косячил. Не, понятно, все косячили, но вот Енох, например, не косячил однозначно. Он всегда ходил путями в Кожьем. Но тем не менее, есть люди, которые, например, а, Бог об Иове говорил, что человек богобоязненный, там и так далее. Самый такой был под его покровительством. Есть такие люди. Но почему мы не такие? Отгадка очень простая. Для того, чтобы всегда находиться в благосклонных отношениях с высшим разумом, то есть с высшим существом, с высшей сущностью, которая нас создала, то есть с Богом, нам нужно понимать его характер. Вы знаете, в чем отличается христианство от любой другой религии? Потому что там тоже есть боги. Видимые, невидимые, полувидимые, ненавидимые, какие хотите там есть боги. Окей? Но чем мы отличаемся от них? Чем отличается иудаизм, который был до раввинов от всех остальных религий? Отличается очень простой одной вещью. С момента, как появилась вера в единого Бога, Бог начал учить людей познавать его характер. И когда мы познаем характер Бога, мы начинаем понимать, что ему нравится, что ему не нравится, что он хотел бы от нас, чего он от нас точно не хотел. Как он благословляет и как он проклинает. Как он ведет и защищает, или как он оставляет. Когда мы все это знаем, мы становимся проактивными людьми, и еще имея в себе свидетеля верного, который есть Дух Святой, который нас еще и направляет, подсказывает. У нас вообще все в шоколаде должно быть при ней. Но почему-то далеко не все. Почему? Потому что мы очень много уделяем в церкви внимания самопознанием. Очень много пробований про узнайте свое предназначение, поймите свое призвание, войдите в свое служение. Но очень мало уделяем времени Богопознанию. И поэтому во многих церквях не любят теологов, не проводят библейские школы, не проводят альфа-курсы. Потому что... Ну потому что. Не буду говорить о чем. Но нехорошо это. Мы должны понимать характер Бога, изучать его. Тогда мы сможем точно ходить его путями и, будучи чувствительным к Святому Духу, никогда не поступать так, как Богу не угодно. И тогда мы попадем под благословение. Вечное причем. И начнется вечная жизнь прямо сейчас. Где нет ни болезни, ни смерти, и утроет всякую слезу. Всем бы так хотелось. Но для этого нужно самопознание и Богопознание. Богопознание. Третье. Это постоянное домашнее и общинное воспитание. С детства. Конечно, не у всех такое получается. У нас есть дети неверующие. У меня дети от первого брака неверующие. Хотя, каким-то образом, я уже эту историю рассказывал, но вкратце. Когда один из братьев, который приехал сюда на энкаунтер, это пути Господни неиспомедимы, из города Тюмени, в котором живут мои дети, приехал человек, на энкаунтер. Мы с ним разговариваем, находим общий язык. Он фотографируется со мной селфи, выставляет его в свой аккаунт в Инстаграме, получает сообщение от своего сына, говорит, откуда ты этого, ну, мужика знаешь. Он ему говорит, это говорит тут пастор, значит, вот на энкаунтере. Он говорит, а ты знаешь, что это отец Данька? Это друг его близко. Он говорит, нет. Вот это, говорит, его отец, говорит, он живет в Израиле, говорит, ты с ним передавай ему привет. А я его даже не знаю. Он мне передает привет. И мы с ним продолжаем разговаривать. И он мне говорит, ну, тебе повезло, у тебя же дети верующие. Я говорю, а? Он говорит, ну, они же у тебя верующие. Я говорю, нет. Даже, блин, у меня, дочка вообще атеистка полная. Он говорит, нет, твою дочку я плохо знаю, но сын, так у тебя, я думаю, уверен, что он верующий. Я говорю, ну, слава Господу, значит, обетование Божье, что он будет воспитывать наших детей, оно сбывается. Оно же вот прям живо и действенно. Они каким-то образом это унаследовали. Я реально, я ничего не принял, я никогда не проповедовал Евангелие. Ну, кроме того, что они знают, что я в церкви, как бы, то, что я верующий, то, что я ему, ну, как заставляю читать Библию, больше ничего. Серьезно, я не прилагал никаких усилий к этому. Но Бог это вкладывает в нас. И вот это вот домашнее и общинное воспитание, оно очень важно, потому что дети никогда не будут делать то, что мы им будем говорить. Вот тут дети присутствуют, я не знаю, никогда не будут делать то, что мы им будем говорить, уговориться там. Чтоб дым у нас из ушей уже пошел, они все равно этого делать не будут. Почему? Потому что гордыня. Ну, через это все проходят. И в христианстве есть тоже периоды. Есть дети, есть отроки, есть отцы, да, и есть старейшины. Так вот, когда мы на уровне отроков, мы тоже не хотим делать, что нам говорят. И это нормально. Это заложено в нас самим Богом. Но дети всегда будут смотреть на тех, кто является для них примером, и делать как он. И вы можете ему рассказывать все, что хотите. Если он нашел в своей жизни пример, он будет поступать, как этот пример. И тут уже зависит от того, насколько мы вложили любовь к Богу. Он может найти мирской пример, а может найти пример в церкви. Но идеально, конечно, чтобы этим примером являлись мы, родители. Это идеально. К сожалению, это не всегда бывает. А то и бывает так. Бывает не всегда. Будем так говорить. И поэтому домашнее и общинное воспитание очень важно. То есть если ребенок дома чего-то недополучает, бывает, недополучает. Мы несовершенные родители. У нас нет здесь ни одного, у кого есть дети. Никто из нас не является родителем-профессионалом. Все родители-любители. Никто не заканчивал колледжи, потому как быть родителями. Докторат никто не писал. Все учились чему-нибудь и как-нибудь. Поэтому очень важно, когда дома чего-то ребенок не получает, или ему что-то не нравится, что-то бунтует, справедливо бунтует или несправедливо, неважно. Чтобы в общине, он в церкви, он дополучал то, чего ему не хватает здесь. Чтобы у него из вне, то есть из общения святых, у него было подтверждение того, что вот это правильно, а это неправильно. Чтобы не мы ему говорили, смотри, ты там вот то делаешь не так, чтобы он услышал это от третьего лица и сказал, а, окей, вот здесь я поступил неправильно, здесь я буду делать по-другому, а вот здесь я поступил правильно. Это у него вырабатывает еще большую уверенность в себе. Потому что он вдруг начинает понимать, что он принимает решения соответственно с волей Божьей. Подсознательно, а потом и сознательно. Следующее, это благодарить за успехи. Знаете, мы очень часто бывает, что когда приходим к каким-то вещам в своей жизни, ну, нехорошим будем так говорить, мы начинаем Богу предъявлять претензии. Кстати, можно Богу претензии предъявлять, или нет? Нужно? Нужно? Я считаю, что если бы я первые три месяца своей христианской жизни не выяснял с Богом отношений, а я с ним жестко выяснял отношения, я приходил к нему, мне же сказали, что он мой отец, я говорю, о, сейчас я тебе все предъявлю. Я с ним выяснил, но я его спрашивал, почему вот здесь не так, почему это вот так, почему вот ты до этого допустил, почему вот так случилось. Я был настолько настроен к тому, что у меня даже мыслях не было, что мне не ответили. Серьезно, у меня тогда еще не было таким религиозным, таким, что там нужно как-то определенно молиться, и все что-то. Я просто приходил к нему, вот так вот выходил, на крышу, вот смотрел, туда в небо, ну и рассказывал, что ты тут мне устроил, вот это вот, вырванные годы. И вы знаете, Бог, видимо, не настолько было, я каюсь, да, может быть, сейчас у меня не столько искренне, не настолько искренне молитвы, но вот Бог посмотрел и видел, что у меня вот здесь что-то происходит, потому что я реально, я вслезап приходил, и он со мной, он со мной голосом иногда разговаривал. Голос. Он объяснял, я каялся, оказывается, это не он вообще. А потом, когда уже все закончилось, когда он уже все расставил на свои места, он мне раз, ну как бы, грубо говоря, пальцем в книгу его ткнул, и говорит, последние четыре главы перечитай. Я перечитал, я говорю, блин, а что же я раньше не перечитал-то? Я к тебе голову не морочил, я сам все понял. Он говорит, не понял. Он перестал со мной голосом разговаривать, после этого. Но он со мной продолжает разговаривать через молитвы, через Писание, через Откровение. Очень редко через сны, хотя я знаю очень много людей, с которыми он через сны разговаривал. Так вот, когда мы приходим в состояние, когда у нас все плохо, мы приходим к Богу с претензией, мы хотим Ему предъявить. Почему? Но когда у нас все хорошо, у нас как в том анекдоте. Когда женщина едет на встречу, ей говорит, Господь, все, я обещаю тебе, я больше никогда не буду пропускать служение, я буду ходить в церковь, я буду читать Библию, я буду молиться, я буду просто благословлять Гиду. Только, пожалуйста, чтобы я не опоздала, организуй мне стоянку, пожалуйста, потому что это такой корень, мне невозможно постоять, можно нахуй едет, так вот вдруг она подъезжает к зданию, где у нее встреча, и вот она подъезжает, и уезжает, грузовик освобождается огромное пространство. Постоянку она говорит, ладно, неважно, у меня уже так устроилось, все хорошо. Когда у нас в жизни приходит успех, мы просто забываем поблагодарить того, благодаря которому успех пришел. Вот мы с Таней сколько раз ездим, она мне напоминает, я напоминаю, для нас всегда есть стоянка. Есть стоянка. Ну, придется еще минутку покружить, но будет стоянка у входа. Не где-то там, у входа будет стоянка, но терпение. Терпение и никакой самодеятельности. Это мелочь, как бы, знаете, но за это тоже нужно благодарить, потому что, знаете, как Бог проявляется в мелочах, так и дьявол кроется в мелочах. Если мы за мелкие вещи не будем благодарить Бога, там поселится дьявол. И мы будем думать, что это мы сами, и опять у нас разовьется гордыня и самоуверенность. Поэтому благодарить за успехи, маленькие, большие, случайные, на наш взгляд, и не случайные. Я в случайности не верю. Мы должны. И должны воспитывать это у детей. Нам нужно иметь чувство причастности. Знаете, апостолы, когда Иисуса распяли, они вообще не понимали, что происходит в этой части. Они вот только что с ним разговаривали, вот только что они ели с ним пасхального агнеца, вот только что они ходили с ним в Гевсиманский сад, вот только что на их глазах отрубленное ухо, он приращивает обратно, и вдруг они видят его умершим на кресте. Умершим. Он умер. Написано, дух свой испустил и умер. Проткнули ребрами копья, вытекла жидкость, умер, значит. А для них-то это сын живого Бога. Они в панике. Представляете себе, они в панике. Мы-то в панике бываем из-за того, что там у нас там где-то минус на счету образовался. Или там за хеврад кошмар не заплачен. А у них, вот Мессия, Бог, которого они видели, с которым они провели три года, умер. У них на глазах. Ну, знаете, что произошло? Они разбежались, но потом все пришли в одно и то же место, не сговариваясь. Да, у них мобильных телефонов не было, я думал, что ватсапом они не пользовались. Они не сговариваясь, пришли в одну и ту же горницу, потому что они чувствовали себя причастными к какому-то очень важному делу и не могли жить так, как жили раньше. Они пришли, они не знали, что они будут делать, но они пришли получить. И вот обратите внимание, они сидели, пусть в страхе. И бывает, что мы тоже приходим и сидим в страхе. Они приходят и ждут. И Иисус понимает, что они ждут. Он понимает, что они в страхе. Он понимает, что если он будет стоять и стучать, они не откроют. Поэтому он появляется к ним сверхъестественно. Написано, а дверь была заперта. Он появляется у них в горнице сверхъестественно. И они понимают, что то, чего они ожидали, вот оно. Бог их не оставил. Он как и сказал, что я вернусь к вам, и как он сказал, когда возносился, что я с вами во всякие дни, во все дни и до скончания века. Так и будет. Они поняли, что они причастны к чему-то. И когда Иисус вознесся через семь дней, они больше никуда не удалялись. Мы, когда покаялись, мы вот это же ощущали. Ну и по крайней мере я. Я понимал, что я не хочу жить так, как раньше. Я понимал, я не хочу жить так, как раньше. Но как жить дальше, я понятия не имею. Потому что я читаю с пятого по седьмой главой Евангелия от Матфея, и я понимаю, что жизнь христианина это не жизнь вообще. Это жуть. Ну что значит благословлять врагов, благословлять проклинающих, молиться за врагов. Как так можно жить? Написано, просят, у тебя рубашку, две отдай. Просят пройти со мной по плечу, два пройти. Мы не привыкли. Ну надо так жить, а как? Я же не знаю. Но я понимал, что я причастен к какому-то большому делу. И пусть я сейчас чего-то не понимаю, но читая Евангелие, я понимал, что придет Иисус сверхъестественно и что-то расставит по своим местам. Мне самое главное, нужно не быть фомой неверующим. Потому что упрекать будут все. Нужно верить. Первое, что верить, как верить, и другой вопрос. Может быть, прямо отдельно. Но обязательно нужно чувство причастности, воспитывать его в себе, понимать, к чему я причастен. И здесь есть два очень важных момента. Первый, я причастен к телу Христа. Я часть тела Христа. И не потому, что я крутой, а потому, что он избрал. Он хочет, чтобы я там был. Теперь, если он хочет, чтобы я там был, есть второй пункт. Что мне там делать? Кто я? Палец, ухо, нос, глаз. Кто я? Это мы получаем как раз от общения с Богом. Потому что Бог проговаривает нам, что нужно делать. Проговаривает. Мне, например, четко проговорили, какой у меня дар, как я должен его использовать. И каждый раз в теле Христа, когда я лез не в свое дело, я получал по башке. Потому что это не мое. Не можно пальцем жевать пищу. Понимаете? А ухом нюхать. Так не бывает. Но почему-то мы все время пытаемся влезть не в свое дело. Сейчас, слава Богу, я на своем месте. Нужно иметь позитивное мышление. Мысль, она материальна. И даже в миру об этом знали. Провозглашения, они материальны. Все, что мы связываем в своих мыслях, все, что мы произносим своими устами, это все имеет силу и власть. И когда мы говорим, например, у нас нету денег, мы провозглашаем факт того, что у нас нету денег. Если мы говорим, я здоров, значит, я здоров. Всегда ли получается контролировать то, что мы говорим? Нет. Не всегда. Но всегда есть момент, когда можно покаяться, сказать, ой, не хочу больше. Такого не буду говорить. Говорить наоборот. У меня бывает такое. Знаете, когда 4 года ходишь с больной ногой, привыкаешь, что она болит. Привыкаешь к этому. И начинаешь уже не любить свою собственную ногу. Потому что она болит. И начинаешь обзывать ее всякими словами. Нужно, чтобы был кто-то, кто скажет, что так нельзя говорить. Потому что я-то это говорю на автомате. А когда мне сказали нельзя говорить, я говорю, да, нельзя говорить. Все, отрекаюсь, каюсь, больше не буду. И тогда Господь начинает исцелять. Потому что мы начинаем провозглашать другие вещи. Мы связываем на земле, чтобы было связано на небесах. Поэтому позитивное мышление и позитивное исповедание это очень важный момент для уверенности в себе. Нужно надеяться на Бога. Надежда на Бога, она всегда имеет воздаяние. Всегда. Потому что, знаете, 126-й псалом говорит следующее. Если Бог не созидит храма напрасно трудился строящий его. Если Бог не защитит город, напрасно бодрствовал страж. Мы можем вылезти из себя со своей самоуверенностью, мы можем взять под контроль все сферы нашей жизни. Мы можем обложиться компьютерными программами и консультантами в разных сферах. Но если Божьей воли нет на то, чтобы это было создано и работало, оно не будет создано и не будет работать. Не будет. Поэтому нам обязательно нужно надеяться на Бога и все время смотреть на него. Знаете, это может быть не хорошее сравнение, но он очень наглядный. Хорошо выдрессированная собака, знающая своего хозяина, она каждые несколько секунд оглядывается на реакцию хозяина. Оглядывается. Мы должны постоянно оглядываться на Бога. Не на свое прошлое, потому что мы очень любим зацикливаться на прошлом, а на Бога. Мы должны идти путями Божьими не оглядываться, а он вообще рядом с нами, он еще здесь. Может быть свернули давно уже, какую-нибудь чащу, а он остался там на своем пути и ждет, когда мы идем. Мы должны постоянно оглядываться. И тогда мы будем постоянно находиться под обекой, под благодатью. Мы будем знать точно, что мы хотим делать, мы должны знать точно, что нам нужно, чего нам не нужно. И нужно обязательно, обязательно, обязательно погружаться в Божью любовь. И у этого есть несколько рецептов. Первый это читать Евангелие. Евангелие от Иоанна нужно вообще перечитывать хотя бы раз в три месяца, чтобы просто погружаться вот в это состояние Божьей любви. Я считаю, что первое Евангелие, которое человек должен прочитать перед покаянием, это Евангелие от Иоанна. Это Евангелие любви. Его называют евангелистом любви. или проповедниками, или апостолом любви. Мы должны обязательно вот это вот вот этой любовью наполняться. Второе это наполняться в церкви, здесь. Потому что само собрание, вот это собрание святых, оно создано для того, чтобы Бог пришел сюда и наполнил каждого сверх естественной любовью. Не слова, которые я здесь говорю, не люди, которые здесь это Бог. И Он хочет, чтобы мы эту любовь найти не как мертвое море поглощали и в себе хранили, а как получали из небольшого источника, но питали практически огромную долину. И когда мы будем наполняться этой Божьей любовью, тогда все встанет на свои места. Будет ли все гладко? Нет, конечно не будет. Конечно не будет. Все время будут какие-то причины роптать, может быть все время будут какие-то причины быть недовольными. Но я хочу, чтобы мы помнили одно местописание всего, но длинное на самом деле, но цитирую только небольшую его часть. Я хочу, чтобы мы его сейчас прочитали и на этом закончили, потому что это будет хорошая пища для размышлений. Это Римлянам 8 глава с 28 стиха. Все знают это местописание. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует Каббла. И на этом цитата заканчивается. А на самом деле это большой отрывок, который имеет колоссальное значение в жизни верующих. И он продолжается следующее. Ибо кого Он предузнал, то есть мне, например, нравится, что вот я сегодня стою здесь, а об этом Бог знал, когда меня еще не было. Когда еще даже меня в планах ни у кого не было. Представляете? Кого Он предузнал, теми предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. То есть Он не только меня предузнал, когда меня еще не было, Он уже сразу захотел, чтобы я стал таким, как Иисус. Стану ли я таким? Не знаю. Хотелось бы, конечно. Много от меня зависит. Но Бог хочет, чтобы я таким был, и поэтому Он пишет. А кого Он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Дальше написано. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас, мы сегодня такую песню пели. Тот, который Сына Своего не пощадил, но отдал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Но Он был в полном послушании у Отца. Он написано, не делал ничего, не видя Отца Творящего. Мы пытаемся постоянно делать что-нибудь свое. Если мы были уверенными в себе, мы делали только то, что Отец Творящий делает. Если у нас есть чуть-чуть самоуверенности, тогда мы делаем что-нибудь свое. Дальше написано, кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Это то, что я сказал Евгению тогда. Бог оправдывает тебя, тебя никто не может обвинять. Все твои обвинения от лукавого. Кто осуждает Христа? Христос умел, но и воскрес. Он одеснует Бога, и Он ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считая нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. И вот на этом месте Писания должна строиться уверенность в себе каждого верующего. Не на том, что он вау, какой крутой прихожанин в церкви. Или вау, какая у него крутая Библия. Нет, вот на этом должно строиться. Что мы все преодолеем силой возлюбившего нас. Он любит нас. Он умер за нас. Он воскрес для того, чтобы дать нам все. Но мы должны постоянно быть с Ним. как он подмолился в Симонском саду, я и ты одно, я в тебе, и он во мне, и они во мне, пусть будут. Он не сказал раз, и они во мне, пусть будут. То есть мы должны какое-то усилие приложить. И тогда наша уверенность в себе она будет выглядеть по-другому. Она перестанет быть гордой, она перестанет искать своего, она будет искать путей Божьих и будет искать Царство Небесное прежнее и правда его, а все остальное приложится. Аминь. Давайте помолимся.